Приветствую вас. Если подобная ситуация возникла у вас в результате, скажем, каких-то событий в жизни, то нужно разобраться с тем, что это были за события вообще, в принципе. То есть, какие это были события, что они представляли из себя, в результате чего у вас появилось такое вот, ну, такое отношение, такая позиция, такое восприятие с тобой, что сейчас с вами происходит. Совершенно очевидно, что не на ровном месте это все у вас образовалось, не на ровном месте все это у вас получилось, не на ровном месте вы начали испытывать подобные чувства, подобные эмоции и так далее. По описанию очень похоже на апатию, то есть, это именно такое вот апатийное состояние, когда вы постоянно испытываете на себя как будто бы давление какое-то, вот. Постоянно чувствуете, чувствуете, что на вас давит что-то, чувствуете, например, что давит на вас, ну, допустим, ожидания какие-то, давит на вас некая необходимость, может быть некий долг, может быть чувство долга давит на вас. Вот, может быть есть какие-то еще моменты, которых вы здесь не говорите и не указываете, но по общему вот, по общему моменту, да, по общим моментам. То есть, вы описываете связанные именно с, ну, именно с давлением, то есть, именно вот с тем, что на вас, на вас что-то, да, что-то оказывает давление и оказывает давление, ну, очевидно, достаточно сильным, достаточно сильным и серьезным. И мне кажется, что в этом направлении вам и нужно двигаться. Смотрите, что именно оказывает на вас давление и почему. Как именно на вас оказывает давление и почему. Из-за чего именно на вас оказывает давление и почему. Как вы реагируете на это самое давление, опять же, в свой адрес и почему. То есть, это вот те моменты, на которые, мне кажется, вам нужно обратить самое пристальное внимание свое, потому что именно от этого зависит то, как дальше будет складываться ваше жизнь. Это ощущение, что вы не делаете ничего по собственной воле. Это ощущение, что вы делаете все только потому, что это нужно, потому что вот так надо, так правильно, так необходимо, а не потому что вам этого хочется. И вот это, наверное, и является основной проблемой. Соответственно, апатия корректируется путем раскрытия ваших желаний, путем принятия ваших желаний, принятия ваших чувств. Вот, и освобождение от ненужных, ненужных ожиданий, ненужных мыслей, ненужных лишних каких-то обязательств, которые, ну, вот, есть у вас, допустим, по вашему мнению, перед, ну, перед другими людьми, к примеру. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Вот, в принципе, то, что можно вам до вас донести. В такой момент можно до вас донести. Вот. В остальном вы описываете следствие ситуации, вы описываете, вы не описываете причины. Вот. К сожалению. То есть, к сожалению, вы, вот, ну, в большей степени говорите именно о том, что уже произошло, что, что уже случилось, а не о том, условно говоря, ну, с чего все началось. Вот. Вот. Я вас не обвиняю, да, я не хочу, не хочу, не хочу вас ни всем обвинять. Вот. Но, думаю, что, момент достаточно важный, вот, и его тоже необходимо проработать. Так что, изучение себя, исследование себя, раскрытие себя своих, своих собственных желаний, своих собственных переживаний, своих собственных потребностей, это то, что вам нужно в первую очередь для себя сделать. Ну, то, что, то, на что, вот, в первую очередь вам нужно обратить, эм, 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 своё внимание. Вот. Как я думаю, по крайней мере. Как вот мне этот момент, эм, видит. Вот. Вот. Вот примерно, 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 так, примерно, такой ответ можно вам дать. Конечно, я понимаю, что, скорее всего, этого, этого недостаточно, я понимаю, что, скорее всего, этого мало вам будет. Вот. И, скорее всего, это не решит, эм, проблему, эм, в целом. Вот. Ну, мне думает, думается, что, по крайней мере, вы получили в своё распоряжение некое, некое такое, эм, некое направление, в котором вы сможете двигаться и достичь чего-то, добиться чего-то. Вот. Эм, ну, я думаю, так. Я думаю, таким, может быть, ответ на ваш вопрос. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, я надеюсь, что вы найдёте себя, я надеюсь, что вы найдёте свои желания, опишите свои чувства, вот, надеюсь, что вы обратитесь за помощью, если она вам понадобится, вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи!